Уважаемые участники форума, сейчас слово предоставляется его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович. Большое спасибо. Уважаемый Сердар Гурбан-Гулович, уважаемые дамы и господа, друзья, Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизации. Основы мира и развития», приуроченный к 300-летию со дня рождения мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмад Кулифраги, сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмад Кулифраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы. А произведения Махмад Кули, его богатейшее творческое наследие по праву входят в Золотой фонд мировой культуры. Махмад Кулифраги был одним из первых, кто раскрыл красоту туркменского языка во всей его полноте и разнообразии. У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом ёмко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками. Книги Махмад Кули не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии. На что я хотел бы обратить внимание, особое внимание. В годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну, в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамён все наши племена со всех сторон». Сочинения Махмуд Кули были переведены на русский язык. Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани, в селе Фунтово, где с конца XVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора. В 2019 году там появилась школа имени Махмуд Кули, построенная по инициативе Грубангулы Меликулевича Берды Мухамедова. В самой же Астрахани установлен памятник Махмуд Кули, а в сентябре в Москве в торжественной обстановке был открыт бюст этого выдающегося поэта. Далеко опередивший свою эпоху, Махмуд Кули никогда не останавливался в творческом и духовном поиске и всегда стремился к познанию и истине. Силой своего гения он сумел предвосхитить будущее своего края и народа. Своим творчеством Махмуд Кули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям и особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер. Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на глобальном Востоке, на глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы. Государство мирового большинства, частью которого является и Россия, и все представленные на форуме страны, выступают в духе философских подходов Махат-Кули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнений каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверненный курс, на своё мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления. Подчеркну, Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия, формирующемся в многополярном мире. Открыты для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, Евразес, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. И именно в таком ключе готовимся к проведению 22-24 октября в Казани саммитов БРИКС и Аутрич БРИКС+. И мы, конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулуевича Бердемухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме. В заключение, пользуясь случаем, хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, её президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулуевича Бердемухамедова за то, что они, следуя заветам Махмуд-Кули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнёрства. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за содержательное выступление. Хотел бы отметить, что юбилей поэта Махмуд-Кули широко и торжественно отмечается и в Российской Федерации. Значимым событием стало открытие бюста Махмуд-Кули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. В пользу случаем хотел бы поблагодарить за поддержку и содействие в этой работе. Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью Махмуд-Кули-Фраги. Это станет ещё одним ярким символом крепкой дружбы между нашими народами и странами. Поздравляю.